Добрый вечер, болельщики и радость. Собственно, более-менее, как говорится, победа в КССР. В КССР было достаточно большое количество. Поиграли, к сожалению, здесь выиграли. Начинают, так сказать, наши фуни. Итак, Рожжет Песк, ряд, мы выиграли 1-0. Был забил Труфанов, единственный гол в конце первого тайма. Как говорится, оставляет очень огромные вопросы. Поэтому давайте начнем с фуни. Помнишь, что скажешь? Начнем с тебя. Всех приветствую. Победой. Судя по всем растрепанным причёсткам, Винаруса, Ганара, вы пережили тяжёлый матч. Я, к сожалению, не смотрел игру, в конце присоединился. В конце первого тайма я верил, что будет пол. Ян молодец просто. Я ей написал комментарий, что на место Яна Балабала лучше, конечно, наш простой Ян Труфанов. Сейчас в данный момент у нас эта драматическая игра идёт в первой лиге. У нас два удаления. Или уже закончилось? До сих пор идёт два удаления. Ну, или мы чемпион. Игра с Ухжит-Песом, я думал, что она будет трудная, тяжёлая. Но она действительно оказалась тяжёлой. Мы обычно с такими одноклассниками играем именно так. Легче было с лидерами играть. Лучшими по статистике Ульяна Книжао признали. Ну, Лига признала. Я, к сожалению, игру не смотрел. Но верю, я знаю. Это просто наш главный тренер, наверное, скажет, что не всё делает Джао. Вот, пожалуйста, гол от Труфанова. Ну, в любом случае, победа есть победа. Конечно, мы хотим, чтобы была такая безоговорочная победа. Сегодня в первом тайме, говорят, это было много моментов у хозяина. Что скажете, ребята, кто смотрел всю игру? Нарус, не смотрели вместе. Кто скажет? Всем добрый вечер. Ну, безусловно, поздравляю с победой. Если коротко, это тот факт, что мы одержали гостей победы, это, безусловно, хорошо. Игра в очередной раз не понравилась. Об этом мы позже поговорим. Просто хочу сказать, что последние два месяца матчи Кайрата смотрятся очень тяжело. Я бы даже сказал, мучительно. Это не та игра, которую ожидаешь от своей любимой команды. Но три очка не пахнут. Поэтому, что ж, всех с победой. Спасибо, Нарус Дамир. Да, всем привет, добрый вечер, рад присоединиться. Ну да, сказать, как говорится, много не получится. Сама игра мне не понравилась. Проблем было очень много, особенно в первом тайме. Нас просто простили раза три точно. Хорошо, что уже без не такая классная команда. Но даже такая команда нас возила в первом тайме. И было очень страшно за команду. Во втором тайме Кайрата выглядит чуть лучше. Но, скажем так, вот результат есть. И на этом спасибо. Выиграли 1-0. Три очка есть. Содержание игры напрочь отсутствует. Была игра скучная, если честно. Я где-то пару раз точно зевнул в эфире. Как я уже говорил, в одном из матчей вообще даже уснул. В последнее время хорошо игра Кайрата усыпляет. Как снотворное. Да, как снотворное. Но лучше, как снотворное. Если я буду знать, что у меня бессонница, я не смогу уснуть. Я просто поставлю запись любого матчика Кайрата. После игр с лидерами. Там можно спокойно засыпать. Смело. Ну, в общем, игра не понравилась. Но все равно хотя бы выиграли 1-0 за счет гола Труфанова. И на том, как говорится, спасибо. Добавить больше нечего. Игра просто отвратительная. Собственно, все. Сегодня, получается, Тетер внес какие-то изменения в стартовый состав. Вышел Труфанов с первых минут. Заменил Шушиначева. Собственно, Тетер, наверное, Коныч правильно сказал. Он сейчас скажет, что у нас не только Павла забивает. Вот видите, я выставил Труфанова, он сразу забил. Повезло нам, откровенно говоря. То, что прям гол в раздевалку за несколько секунд до окончания. Этот гол мы еще отдельно разберем. Посмотрим. Что от себя хотел сказать. Что-то в первом тайме как-то очень ненервно себя ввел Ульянов. Два гола он вполне мог пропустить после своих ошибок. В одном штанга повезло. В другом Дамир Украин сказал. Более классная команда, наверное. Более классный игрок, наверное, в пустые ворота не промахнулся бы. Но, как говорится, игрок ЛДПС промахнулся. Что игра эта показывает? Да, ты не смотрел. То есть я все равно, наверное, там в обсуждении. Хорошо ты не смотрел эту игру, но в прошлой смотрел. Ну, что надо менять в команде? Что-то надо менять уже. Мы говорим, и не только мы говорим, что абсолютная безидеянность в атаке. То, что ты вот не посмотрел, понимаешь, ничем она особо не отличалась от игры с Казалжаром. Просто Казалжар более классная команда. Она свои моменты реализовала, а ГПС нет. Что делать? Сейчас неплохо было бы, если бы руководство и тренерский штаб сказала бы, какая конкретно задача стоит на этот семью. Вроде бы до этого говорили, что и за чемпионство мы можем побороться. Мне просто интересно будет, что они сейчас скажут. Вот послушать бы, что они скажут. Интересно, какие у нас задачи. Теперь вот на какой сейчас у нас второй круг начался, уже третья игра, да? Я не знаю, какие там. Селекции у нас, то есть никакого усиления, кроме возврата нашего блудного сына, больше ничего не было как такового. Мало того, у меня были какие-то надежды на то, что Кришбек заиграет, а он, оказывается, у нас в командировку собирается. В смысле, там где-то Мадзинхан мне понравился. Он, опять же, вышел же в конце. Как в дальнейшем на него ставка какая будет, я не знаю. Сейчас просто непонятно, на кого и какие ставки будут на остаток сезона. Вот в чем вопрос. На пресс-конференциях тренер говорит в основном о том, что он свои задачи выполняет, что все идет по плану. Ну, на самом деле, честно говоря, верится с трудом. Нарус, твое мнение такое, что делать, куда двигаться. Он же, в принципе, сказал, как говорится, правильно. Хотелось бы выслушать руководство, чего он ждет. Но, как говорится, вряд ли мы его дождемся. Мы их приглашаем, приглашаем. Но, видимо, они опасаются наших вопросов. Поэтому еще раз обращаемся к вопросу. Если хотите, мы дадим вам площадку. Выскажитесь, пожалуйста, вопросов нет. Но будьте готовы, что мы будем задавать достаточно неудобные вопросы. Нарус. А вот, оказывается, микрофон был выключен. Но тут как бы ситуация двоякая, скажу. Потому что, с другой стороны, нам могут сказать, о чем вы хотите. Мы вроде бы с таким составом идем на четвертом месте. На данный момент все вроде бы не так уж и плохо. Но, возвращаясь к своему предыдущему комментарию, просто я скажу, что эстетически матчика Айрата смотреть сейчас очень трудно. Вот, не знаю, это какие-то мучения просто невероятные. И самое обидное, что нету проблесков и нет надежды на то, что в ближайших матчах это как-то улучшится. Но, как ни парадоксально, этого хватает нашей команде, чтобы еще хоть как-то претендовать на Еврокубки, что, безусловно, скажем так, не делает чести уровню нашего чемпионата. То есть, даже такой Айрат может на что-то претендовать. Дамир, у нас вроде бы одно место осталось для усиления. Вот, если бы ты был в команде, какое бы ты на место усилил бы сейчас? Какую позицию? Да, вообще, конечно, сложно сказать. Мы уже который месяц говорим, что надо что-то менять, а что пока непонятно. И у нас тоже ответа нету. И, наверное, есть ответ у Коуста и у тренерского штаба. Вроде бы пришли возвращенцы с аренды игроки. Входим в Адельхан и Баньяк. Я ожидал, что в этот трансферный окно вернут каких-то игроков, которые в аренде. Ну, больше, чем просто два игрока. Ожидал, что это будет усиление в атакующей линии. Ну, как говорят, это был в защите. Вот, если говорить о каком-то одно место, наверное, бы какого-нибудь умного атакующего футболиста, такого плеймейкера с головой, да, действительно мозга, который построил бы игру, да, через которую все совершалось бы. Да, очень такого техничного футболиста. Опять-таки, в голову приходит игрок уровня Ислам Хана, да. Там, у нас такого игрока, плеймейкера нет. У нас все в порядке с нападающими, да, вроде. Мне почему-то показалось на секунду сегодня, на минуту, когда я увидел состав. Помните, мы говорили, что у Швырева, может быть, плохо получается завершением, но хорошо получается в подыгрыше, да, где-то отдать пас. Может быть, и это тоже увидел тот же Кекер, да, и поэтому спустил, может быть, чуть ниже. И сегодня он и создал этот гол, да, отдал пас. Может быть, он тоже в поисках такого футболиста, атакующего, который строил бы игру. Как знать, может быть, в будущем таким футболистом станет именно Швырев, раз у него, он не игрок такого, ну, скажем так, нападающий, который бы забивал много голов, да. Может быть, такого перестроения будет. Ну, конкретно, если, еще раз говорю, если брать одного игрока, то это только атакующего. Конечно, там проблем еще много. Там и в центре защиты нужен был бы игрок на будущее, да, при условии, что Васин покинет команду на следующий год, да, наигрывать его. И фланги у нас в защите очень слабые, да, там ни Кургин, ни Касабулак мне, если честно, не нравится, да, как играют. У нас фланги слабые. Но вот одного атакующего игрока хотя бы взял бы, если только у меня был бы выбор на одного игрока. Ну, пока у нас выбор на одного игрока, действительно, потому что у нас одно место, 24 заявки есть, осталось одно место, ну, только если кого-то не продадут, слухи идут разные, и Кенжебеку, он еще сказал, может, его продадут, может быть, Шучанайфер, ну, не знаю. Насчет Кенжебекова большие вопросы, я считаю, что он и нам бы пользу, наверное, мог бы поместить, но, учитывая интерес самого игрока, который в данный момент не играет, может быть, для него это было бы и лучшее. Ну что, давайте посмотрим гол, собственно, смотреть особо нечего моментов, идет только момент с голом, вот Бабаньяк пасует на Швырева, Швырев протаскивает мяч, вовремя пасует на Трупанова, ну, и Трупанов, как говорится, спокойно, не по годам спокойно разбирается, в принципе. Мне за Трупанова очень, так сказать, радостно, что он забивает уже ни первый, ни второй гол в сезоне забивает, в принципе, выходя на замену, и сегодня он пролил неполный матч, но свое дело, тем не менее, сделает, что вы скажете. Да он так сто раз сделал на тренировках. Главное, что он в игре сделал. На тренировках он пускай мажет, что хочет делать, но если в игре будет один-два раза так делать, нам хватит. Молодец, что он сказал. Ну, ты же говоришь, матч не смотрел, как тебе? Хорош? Красиво, все красиво, вообще. В то время, как кто-то играет в Еврокопках, мы, в принципе, на том же стадионе делаем свою победу. Главное, что не пропускаем, да? Ну, тоже хорошо. Кстати, в принципе, тренерский штаб-то задачи выполняет. Сказали решить вратарской позиции. Решили. Что там еще? Сказали сделать усиление. Баньяк вернулся. Ну, как бы все само собой все делается. Только просто делается все это так, знаете, на таком уровне, к которому мы уж давно не привыкли. То есть мы радуемся сегодня победе с Овжепесом в 1-0 на выезде. Ну, это же не наш уровень. Дамир, есть что сказать? Да, мне понравился гол, да. Атака началась вот с линии защиты, да. То есть Баньяк начал атаку первым пасом. Там продвижение. И вовремя отдал на Труфанова. Ну, такой гол чисто рабочий. Могу только сказать, что рад за Яна, что у него один момент такой, и он его использовал, да. Опять-таки, ну, и Шурев очень шикарно здесь сыграл, да. То есть защитил мяч корпусом и отдал вовремя. То есть его работа тоже очень сильно здесь оценивается. Ну, на самом деле, по игре, если брать по игрокам, то, конечно, Труфанов хорошо сыграл. Шурев очень старался, да. Понравилось, как он тоже играл. Ну, вот он ключевой момент, который решил. Ну, хорошо, что вот это есть. И реализация не подвела. Ну, собственно, все. Вот просто рад за Яна. Попросто, чтобы он дальше так продолжал, работал. Если он будет вот так вот прибавлять, забивать голы, я считаю, что это такой хороший конкурент Артуру, да. И как знать, вдруг он возьмет и посадит его на банку. Ну, такое мнение. И Артуру придется еще больше работать усердно на тренировках. Хотя, если так посмотреть, они очень разные футболисты, разноплановые, да, и по габаритам, и вообще в целом по игре. Так что посмотрим, что будет дальше. Спасибо. Как бы этот тур закончился. Ну, для нас, да. Игра прошла. Можно думать о следующих играх. Ну, в целом можно отметить Баника и Шурева, и, естественно, Туруфанова. Возможно, не исключаю, что гол стал следствием того, что футболисты Ольга Песова уже просто потеряли концентрацию в конце первого тайма, потому что первый тайм, в принципе, был, скажем так, прошел под их преимуществом. Но нас-то не должно волновать. Мы воспользовались своим единственным фактическим моментом. Мы одержали победу. Косляму Туруфанову тоже рад, что это уже, по-моему, третий гол в этом сезоне. Он себя, безусловно, очень хорошо проявляет. И на данный момент выглядит предпочтительнее Шушиначева, который находится просто в отвратительной форме. И, как бы мы ни критиковали Кекера за вот эту ужасную игру, надо признать, что он все-таки тренер справедливый. Если Устеменко плохо играет, он поставит Ульянова. Если Шушиначев плохо играет, он даст шанс Туруфанову. Поэтому здесь, как бы, никаких вопросов. Кекер, конечно, справедливый, наверное, человек. Ну, как-то, заторможенный, познаватый принимает решение. И Кекер Семенко там можно было его на пару матчей раньше посадить. Глядись, где-то не потеряли бранщики. Ну, и под другим полем. Состав сегодня вообще был, конечно, интересен, что Арадий у нас играл опорником. Это достаточно неожиданно было. Причем, он как играл опорником, там и закончил играть. Даже несмотря на травму Васяна, соответственно, Кекер не спустил Арадович в защиту, а всегда выпустил Кекенко, который пошел центральной защиткой. И, собственно, наверное, по игре все. Я тут проводил на канале опрос. Хотели бы болельщики послушать наше мнение по Еврокубку. На этой неделе было два матча на Еврокубку. По Астаме сыграло, по Абболу сыграло. И, кстати, болельщики проголосовали за, что мы на этом хоть как-то затронули. Давайте немного затронем. В том аспекте, казалось бы, ну почему мы и не Еврокубку, что нам обсуждать? Но я хотел в том аспекте обсудить. А как бы выглядел Кайрат на месте Табо, в месте Астаны, к примеру? Ну, на месте Астаны сложности, конечно, представить. И по составу, и то, что это Лега чемпионов. Но, тем не менее, показана игра там в Астану и Табо. Можно их сравнивать с Кайратом? Допустим, Кайрат играл бы с Динамо в Белисе. Как бы он выглядел? Планыш. Да я не знаю, честно, что сравнивать. Это вообще разные уровни на самом деле. Несмотря на то, как мы сыграли там с лидерами нашими, с Астаной, с тем же Таболом, например. Мы на разных этих местах находимся. И у нас разные задачи в этом году. Мне даже кажется, что то, что мы не участвуем в Еврокубках, и то, что мы вылетели из Кубка, это не то, что не расстроило наше руководство и клуб, а вообще как-то даже запланировано, что ли. Я так думаю. Вот и все, то есть мое мнение. А как бы мы там себя повели бы против Хонки, будучи на месте Табола. Это скучнейшая игра вообще была. Я посмотрел, я не знаю, там. Конечно, в конце там счет был вообще не по игре. Непонятно было. Мне сначала казалось, что Табол избавляется, что ли, от этого Кубка. Потом показалось, что Хонке тоже ничего не надо. Очень скучно было вообще. Не зрелищное абсолютно. А то, что Астана там с Динамо играл. Ну, Астана-то уровень другой. Я обидел, как играет Астана. То есть я команду видел, живую видел. Здесь было очень жарко наблюдать. Но все равно там огромный потенциал, запас всего у них есть. Они особо не парились. Вот и выиграли они там по своей схеме, как обычно. Не смогли забить победный гол. Там синициировали какое-то непонятное вообще фенальти. Там вышли вперед и вообще дальше не парили. Каспи здесь просто, извините, рыгал в жару такой. И особо тоже это потом... Ну, абсолютно эта игра такая была, что Каспи сначала вроде бы поверил, хотел там, а потом опять понял, что это бессмышленно, бесполезно. На этом игра и закончилась. Ну и как бы после этой игры с Динамо там просто 1-1 там. Честно говоря, по игре что ли там этот результат. Я не знаю, какая будет ответная игра. Но я, честно, за Динамо болею. Может быть, это и правильно. Почему еще поднимаем этот вопрос, Дамир, потому что мы заняли четвертое место в прошлом чемпионате и, в принципе, надеялись на Еврокубки вроде как. Если бы там возможность была, там кубок выиграл бы кто-то из первой тройки, то, как говорится, мы бы попали в Еврокубку. Но не попали. Как, ну, на месте. Астана серьезная усилия. Наверное, с Астаной действительно, я же понял, что прав, словно, как говорится, что-то сравнить, потому что Астана очень прилично усилилась. И приход Вороговского, очень, так сказать, все расстроились из-за этого перехода. Ладно, жизни и жизни. Покритиковали и достаточно, как говорится. Единственное, что мы, наверное, можем потом попозлорадствовать, если Астана выйдет из Лиги чемпионов, что, скажем, я куда-то перешел, как говорится. Хотел Лигу чемпионов, окажется, Лига конференции. Вот с Тоболом мы с Пинами смогли бы сыграть? Лучше Тоболом, лучше Тоболом? Как-то так. Достойны ли мы вообще были в этом сезоне или нет? Мне кажется, нет. Потому что, опять-таки, трудно сейчас говорить, как бы мы выглядели бы против тех же финнов. Мне, трудно, конечно, сказать, но мне бы казалось, что повторение сценария, как с Кишвардой, тоже вполне мог бы снова произойти. Смысл выходить в Еврокубки, тогда, если... Ну, с таким составом там делать нечего, который сейчас есть в текущей, в Еврокубках делать нечего. То есть, если бы мы попали в Еврокубки, то там уже другие задачи были, другая, как говорится, другое усиление было бы, да? Подготовка к сезону тоже была бы, может быть, другое. Так просто быть мальчиками для битья. Ну, окей, мы прошли бы мы, с горем пополам эту хонку, да, например. А что дальше, да? Мы бы не лучше, может быть, выступили бы, как Козылжар, да, там, год или два назад, да? Поэтому сложно сказать. С таким составом там делать нечего. Я думаю, мы бы не заслуживали этого Еврокубка. Поэтому хорошо, что мы просто остались без Еврокубков, да? Конечно, мы надеялись, что в Кубке что-то получится, да? Там выйти в финал. Все-таки мы кубковая команда, да? Есть опыт, история, да? Но там не получилось. Поэтому больше нигде ловить, кроме как в чемпионате. В чемпионате, учитывая, что вышли там, то есть в Кубке вышли этаболы Еврокубасы, то есть шанс, если мы займем четвертое место, попасть на следующий год в Еврокубке. Но тогда нужно будет уже улучшение бюджета, да, деньги должны быть, финансы. Учитывая, что сейчас Кайрат играет просто по, так сказать, по средствам, да, как можно так и играет, не вижу смысла. Все. Да, Дамир, затронул эту тему. Есть ли смысл играть в Еврокубках? Кишварда прошлогодний вспоминается. У меня вот тоже такое мнение иногда выкатывается, появляется, что нужны ли нам Еврокубки? Даже не то, что нам-то нужны болельщикам Еврокубки в любом случае. Но нужны ли руководству команды Еврокубки? У меня возникает большой вопрос, потому что мы даже тем составом, который был в прошлом году, Кишварду мы спокойно могли пройти. Но у меня такое впечатление, что руководство-то такой задачи даже не ставило, потому что, скажем так, это лишние перелеты, лишние затраты денег и всего остального. Как считаете, Мальчик? Согласен с тем, что болельщикам, безусловно, Еврокубки нужны, и их отсутствие в этом году как-никак расстраивает. Что касается того, нужны ли они к нынешнему Кайрату, надо ли пробиваться, я все-таки думаю, что да. Потому что потенциальное попадание Еврокубки, ну мало ли, потенциально может привлечь каких-либо спонсоров, привлечь дополнительные средства для усиления состава команды. Более того, вспоминая Кишварду, по моему мнению, в матчах с Венграми наши ребята, наша молодежь попросту потерялась, потому что она не обладает опытом игры на таком уровне. Поэтому необходимо пробиваться туда и этот опыт где-то зарабатывать. Не избегать Еврокубки в принципе. Немножко вот скажу по поводу других команд. Честно признаюсь, матча не смотрел, но меня лично Астана разочаровала, потому что не смогла выиграть. Я исхожу из того, что нынешний состав Астаны, это не сказать практически, но чуть ли не чемпионская сборка Кайрата. Игроки, которые там есть, это фактически чемпионский Кайрат. И тот факт, что они не смогли обыграть Тбилиси дома, ну, обидно. Скорее всего, с большей степени вероятности они вылетят. А так, надо бороться, безусловно. Я бы даже не сказал то, что попадание в Еврокубки, вот оставшиеся матчи, которые у Кайрата остались, а выступить на максимуме своих возможностей, там уж посмотрим, как выйдет. Да, я согласен. В принципе, особой задач мы обсуждали отдельно. Черт ответил, что особых задач перед Кайратом ведь сейчас нет. Я очень слабо верю на 4 место, потому что сложно будет конкурировать. Табул, который сейчас приходит, новые инвесторы, наверное, с ними довольно очень непросто конкурировать, конкурировать, еще призовра, который может, конечно, посыпаться, но не факт, мы тоже можем посыпаться. Мы говорили уже, что сейчас нам надо максимально сыграть с аутсайдерами, как можно лучше следующий матч будет. Следующее воскресенье, где мы будем играть дома с Мактаралом. Перед этим нас ждет еще центрально-азиатское дерби с Пахтаркором. Не знаю, нужен ли он сейчас, не нужен, честно говоря. Есть у меня по этому поводу сомнения, но, как говорится, то есть, если сыграем нормально с Мактаралом, может, какие-то шансы будут. Потому что такие встречи с четырьмя лидерами что-то меня очень сильно опасаю себя гораздо больше, чем я опасался игр в первом ходе, потому что сейчас все очень злые, и уж Астана и Ардабасы точно постараются не терять очки. Потому что исходя из таблицы, наверное, уже видно, что либо Астана, либо Ардабасы разыграют в четверг, то, что вряд ли кто-то сможет вклиниться в гонку. Ардабасы, я думаю, не сможет, не потянется ни с нынешним составом, ни с нынешним трейдером. Есть у кого что-то еще сказать? Ну, я вот, судя по сегодняшней игре, я, честно говоря, прогнозирую, что в игре с Мактаралом и с кем еще там, с Кайцаром мы потеряем очки однозначно. Потому что сегодня мы сделали максимум, что мы могли сделать новое. То есть, отдельно кто-то, может быть, прогрессирует, тот самый, допустим, Швырек, да, то есть, сегодняшний ассист, с прошлого тура ассист, то есть, он поучаствовал в галах. нападение, ну, там, видит, что ж иначе, у него конкретно сейчас какая-то идет яма. Давно он не забивал. Когда он забил? Последний раз в октябре забил, все. Вот, то есть, у него идет какая-то психологическая, год назад точно такая же ситуация у него была, можно разыграть, да, приз, чтобы как-то его стимулировать. Ну, слава богу, там наши ветераны, в смысле, наши лидеры, ну, типа Жава, там, там, Василь, да, и другие, там, Арат, они там где-то на своем одном профессиональном уровне, слава богу, у них там падения нет. Но в целом-то, вот, то же самое Крачков, скажу, не прибавил, не радует. Ну, Садыбеков какие-то плохие матчи провел, а так, очень много работы, очень большая нагрузка там у него идет. А если взять, полностью по составу такого-то прогресса не идет. Мы давно ждем этот провал, ну, в некоторых играх-то мы потеряли очки, и сейчас нам предстоит опять с этими тяжелыми соперниками играть. Из-за того, что, может быть, дома будем играть, может, лучше будет там с повторами, я не знаю, но я боюсь, что эти соперники нам тяжелыми окажутся. Ваш, ну, еще что есть? По сегодняшнему матчу, по сегодняшнему матчу. Ну, как бы, одно радует, что впереди игра, игры в Алма-Ате, там, да, против Пахтакора, так как бы праздник футбола, да, и против Махторала будем играть дома. Но опять-таки, это железно с Махторалом и с Кайсаром, это будут трудные игры, и потеря очков, это такая вероятность есть. И, что еще могу добавить? То, что по Еврокубкам, да, мы просто вернусь назад, единственное, какой плюс оно могло бы принести, это какую-то прибыль, да, там, кажется, за каждую игру, там, за каждую победу, за ничуть, какие-то там деньги-то капают, да, это могло бы дополнительно, там, финансово где-то чем-то помочь, да, Кайрату. Сейчас Кайрат на чем угодно пытается деньги заработать, да, там, что аренда полей, что продажи игроков, что в аренду, что еще что-то, где-то что-то хоть пытается урвать, заработать, да, сам. Вот. Ну, по сегодняшней игре я уже все сказал, разве что, несмотря на игру, все равно спасибо команде за результат, за то, что, как бы, за самоотдачу. Есть, конечно, отдельные игроки, про которые мы уже сказали, да, чтобы не повторяться, которые перестали прогрессировать или перестали играть по каким-то разным причинам, которые мы не знаем. Остается вот только вот ожидать, да, что вот предстоящие игры, как говорится, набраться терпения, да, с каким-то оптимизмом идти на стадион. Ну, и все. Согласен, остается только верить, нам другого ничего не остается, и нарус, еще пока не сказать. Ну, что касается ближайших матчей, честно говоря, матч с Пахтакором вообще никак не рассматриваю, главное, чтобы без травм, и уж чтобы сыграли резервисты, потому что я не хочу видеть основных игроков в этом, при всей исторической повестке, ненужном матче. Сыграя во время перерыва недельного, да, тогда ладно, на следующую неделю для меня этот матч не имеет никакого значения. Махтаарал и Кайсар, я вспоминаю, что мы этим командам как раз таки проиграли, надеюсь, какая-то злость у ребят есть за эти поражения, потому что эти поражения как бы спустили ребят с небес на землю, надо бы, собственно говоря, вернуть должок, и на этот раз, думаю, Ульянов будет стоять, уже будет немножко поспокойнее, поэтому надо брать максимум, но не исключая, что действительно могут быть потери очков. Будем смотреть, будем надеяться. Будем смотреть, будем надеяться. Давайте, у нас время потихоньку закачивается. Спасибо всем за эфир. Встретимся на следующей неделе. Может быть, после портатуры, если попал с временем, ну, обязательно, потому что матч с Махтааралом будет очень. Всем спасибо, как всегда, болейте за закарат. Удачи всем. Удачи, спасибо. Всех с победой.